Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Если вы ждёте ребёнка и в вашей семье уже есть дети, будьте готовы к ревности старших. Детская ревность. Всегда ли она проявляется? Как она проявляется? И можно ли её избежать? Сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня поговорим о детской ревности. Первый вопрос. Как она проявляется? Как проявляется ревность старших детей по отношению к маленьким? Ну, у ревности есть очень много личин, есть очень много масок, под которыми она скрывается. И я сейчас расскажу, как она проявляется. И для начала я хочу сказать, что избежать её полностью нельзя. Избежать её на совсем нельзя. Так, чтобы вот совсем не было ревности, такого нельзя. Потому что причина ревности у старших детей – это всегда недостаток внимания прежнего со стороны родителей. Особенно старший ребёнок, он может переживать шок. Раньше он был единственный ребёнок в семье, и мама полностью принадлежала ему, и папа тоже. И тут вдруг появился кто-то ещё. И как она проявляется? Ну, есть различные проявления. Вот одно из них, например, постоянные вопросы и просьба о помощи старшего ребёнка. То есть он как будто бы становится младше. И постоянно мамино внимание требует. «Мама, иди сюда», «Мама, помоги мне с тем-то», «Мама то», «Мама сё». То есть маму это может очень сильно раздражать. Но в этот как раз период нужно быть максимально-максимально ласковым и понимающим именно к старшему ребёнку. То есть нельзя ругать его за это. И нужно понимать, что этот период пройдёт. И на самом деле вот эти вот все постоянные вопросы и просьбы о помощи – это сигнал к тому, что ребёнку не хватает прежнего маминого внимания в полной мере. Здесь очень важно маме сохранить эмоциональный контакт со старшим ребёнком и личное время проводить, оставить. Обычно, когда рождается ребёнок, там подключаются бабушки, няни, может быть, папа тоже помогает. И правильнее это сделать так, чтобы, допустим, бабушка или, может быть, папа погулял, покатал в коляске маленького ребёнка, потому что он маленький, он только что родился, он спит на улице, ему всё равно, кто его катает. Но именно чтобы мама, чтобы значимый человек провела время с ребёнком, чтобы не было такого ощущения у ребёнка, что с рождением там брата или сестры он потерял маму, он потерял личное время, чтобы не было ощущения, что мама переключилась на кого-то другого, а я остался здесь вообще не при делах. И это вполне реальные детские страхи, что я больше не нужен, меня выкинут, а не выгонят ли меня из семьи. Особенно если этот период ещё сопровождается с помещением ребёнка в детский сад, с начала посещения детского сада, то у ребёнка правда закрепляется такое, что мама родила себе кого-то другого, а меня ещё и я туда-то сдали. Понятно. Так, как ещё проявляется детская ревность? Ведь не только в том, не только так безобидно, когда ребёнок ноет, просит всё время помочь, а бывает и начинает дёргать, колоть, например, младенца какими-то предметами, начинает толкать малыша. Да-да-да, это тоже проявление ревности. Но также может быть негативная реакция на кормление. Некоторые детишки маленькие, особенно которых самих недавно грудью кормили, они просто с ума могут сходить, они могут кричать, прямо истерики устраивать. Им не нравится, когда мама кормит грудью другого младшего ребёнка. И здесь, поскольку нервная система у старшего ребёнка и так до предела перенапряжена, то есть ни в коем случае нельзя ребёнка за это ругать, ни в коем случае нельзя его наказывать за это. Можно, как один из способов, да, если вы даёте грудь, например, малышу, можно более старшему ребёнку дать бутылочку. То есть давай вот здесь маленького покормим, и тебя тоже покормим. Если вы даёте две бутылки, да, можно дать одному бутылочку и другому бутылочку. Но если ребёнок совсем уж очень протестует сильно, лучше, ну, как я уже говорила, перенапрягать его нервную систему и дальше, лучше кормить его тогда, когда ребёнок не видит. Или пусть со старшим ребёнком кто-то другой займётся. А также у ребёнка как может ещё проявляться ревность, злость и обида на маму. То есть некоторые дети при выписке мамы из роддома замыкаются, перестают с мамой разговаривать. Они могут говорить такие вещи, как «мама, уйди от меня, мама-то мне больше не нужна». Они могут начать отказываться есть еду, которую приготовила мама, причём так демонстративно, я это кушать не буду, потому что это ты приготовила, ты мне, мама. То есть здесь нужно очень хорошо понимать, что происходит в этот момент с ребёнком. У него, он переживает реальный шок, действительный шок, что он больше не единственный ребёнок в семье. И есть очень замечательные авторы, которые написали ряд книг по воспитанию детей, Фабер и Мазлиш. Очень хорошая зарисовка, у них такая метафорическая, но мне кажется, она наглядно показывает то, что переживает старший ребёнок. Они пишут там, представьте, что вдруг к женщинам это адресовано, что муж ваш приходит домой такой радостный и говорит вам, «Дорогая, я так тебя люблю, ты такая у меня хорошая, что я решила завести себе точно такую же вторую жену». И вот эта вторая жена появляется в доме, и муж говорит, «Ну, отдай ей половину своих нарядов, отдай ей половину своих кухонных принадлежностей, теперь она будет жить с нами». И когда вы гуляете, то там соседи, знакомые, родственники, они подходят ко второй жене, любуются и говорят, «Ах, какая хорошенькая, ах, какая молоденькая, какая красивая!» И обращаясь к вам, спрашивают, «Ну, как вам? Вам нравится ваша вторая жена?» То есть что чувствует при всём этом ребёнок? То есть можно понять, что ребёнок испытывает просто бурю вот этих вот чувств негативных, и поэтому вот у него и могут возникать злость и обиды на маму, и вот эти вот негативные различные реакции. То есть здесь, ну, в этой истории перечислены ряд типичных ошибок, чего делать не надо, то есть не надо заставлять ребёнка делиться своими игрушками с младшим ребёнком. Не надо ни в коем случае перекладывать, ну, уходи из своей кроватки, теперь твоя кроватка будет там малыша. То есть личные вещи ребёнку нужно оставить, чтобы не было такой вот, ну, и так негативной реакции. То есть такая негативная реакция, она в основном возникает на родительские ошибки. Нельзя сравнивать детей ни в коем случае, потому что когда детей сравнивают, то ребёнок просто начинает ненавидеть того, кого его ставят в пример. Нельзя ребёнку говорить негативные вещи такого рода, что вот раньше ты был тоже таким же маленьким, хорошеньким, а он вырос, вон каким стал негодяем и так далее. Тем более, что ребёнок это чувствует, что к маленькому-то ребёнку, к новорожденному, у нас пока у родителей претензий нет, он ещё ничего плохого не сделал, он пока не набезобразничал. А старшего ребёнка-то постоянно есть, есть за что поругать. И поэтому у детей и возникает такое ощущение, что его любят больше, потому что его не ругают, им восхищаются, а ко мне вдруг тут одни сплошные требования стали, одни сплошные претензии, да ещё и требуют непомерного. Типа того, люби малыша, ты же большой, ты же должен понимать. Но надо сказать, что с фактом появления младшего брата и сестры ребёнок резко не вырастает. То есть мы уже говорили, что детский мозг формируется аж вплоть до 21-25 лет, ребёнок резко не вырастает, он также маленький малыш, который нуждается в маме, точно так же, не менее, чем вот этот вот маленький ребёнок. И чем младше ребёнок, тем менее он способен понять, что он должен подождать, что он должен подождать, когда мама там поухаживает за другим, что у ребёнка какие-то потребности есть. Потому что он такой же маленький, у него точно такие же потребности есть. Оля, а вот можно ли, допустим, старшего ребёнка как-то подготовить к появлению младшего? Ну, понятно, что у мамы живот, что будет скоро малыш, это ясно. Но вот то, что, может быть, мама не будет с тобой уже много времени проводить, будет посвящать его малышу, об этом надо говорить ребёнку? Или он пока ещё не способен этого понять? Смотря сколько лет ребёнку, ну, вообще, такую фразу, что мама не будет так много с тобой времени уже проводить, я бы говорить не рекомендовала, потому что у ребёнка и так появится ревность. Но что ребёнку, как ребёнку нужно подготовить и можно подготовить, это рассказать ему максимально-максимально подробно всю правду о малыше, какой он будет, ну, беспомощный сначала. Потому что иногда родители ребёнку рассказывают как, что вот родится брат и сестра, у тебя будет друг, ты будешь с ним играть. Да, с ним можно играть, ответить, вот так. И у ребёнка такие представления, ну, о детях, которых, если он не видел до этого младенца, о детях, которые там с ним в садике, может быть, находятся. И он уже, может быть, думает, что придёт сестра ножками, уже говорить будет. И то есть очень, ну, важно показывать фотографии вот малышей, детей, что они пока ничего не умеют, только плакать, ходить они не умеют, говорить не умеют. И столько там времени ещё пройдёт до того, как они действительно могут уже играть вместе. Показывать ребёнку фотографии, каким он маленький был. То есть это очень, ну, полезно, и даже можно вывесить вот эти фотографии, что смотри, ты был таким же маленьким, маленьким. Поэтому говорить ему об этом. Но также вот ещё, что с ребёнком может происходить, и как ещё может проявляться ревность, у некоторых детей происходит регресс, то есть откат в развитии. И дети, они могут начать плакать также по-младенчески, копируя малыша. Дети, которые умеют пользоваться горшком, они вдруг могут резко перестать это делать. То есть ребёнок как будто бы отходит на несколько этапов развития меньше. Ну, если он маленький, если разница маленькая между детьми, да? Да. Ну, это нормально? Это совершенно нормально. Этот период нужно просто пережить. Опять же-таки, нужно очень терпеливо относиться к малышу, просто понимая, что он чувствует. Ваш старший ребёнок просто переживает очень-очень непростой период. И здесь нужно просто родителям быть, ну, понятно, что и с новорожденным непростой период. Но и здесь нужно ребёнку просто максимально помочь пережить этот период. Позволить ребёнку откатиться. Если просит соску, дать ему соску. Это не продлится долго. Если некоторые даже родители устраивают такую игру, пеленают одного ребёнка младшего, другой просится. Ну, давай запеленаем и тебя. Давай, у меня будет две лялечки. Одного младшего берёшь на одну руку, старшего берёшь на другую руку и сажаешь на своё второе колено. Ну, то есть нужно относиться к этому нормально и даже с неким юмором. И вот я представляю, например, вот так и делает мама. Тут заходит бабушка. Ай, батюшки, да что же это такое? Смотри, ты уже какой большой. Куда полез к маме на коленке? И, ну, бывает и мама сама, естественно, так говорит. Или папа. А здесь надо подыграть, да? Подыграть ребёнку просто, да? Да, потому что этот, когда стресс-адаптация у него пройдёт, адаптационный период, конечно, он вырастет. Но здесь вот ребёнка, который откатился в развитии немножко, который регресс переживает, ему, наоборот, можно показывать преимущество того, что ты взрослый, что ты самостоятельный. Вот смотри, маленький не умеет пока одеваться, а ты уже одеваться умеешь. О, ты какой большой. Вот смотри, маленькому нужно спать три раза в день, а тебе сон уже не нужен. Вот смотри, маленький рам ложится спать, а ты большой. То есть здесь можно, наоборот, показывать для того, чтобы вывести ребёнка из этого регресса, показывать, наоборот, преимущество его положения, и тем, что он старше. Понятно. Вот, допустим, в семье не один ребёнок, а в семье уже есть двое, трое, четверо, и рождается очередной. И в этом случае ревность старших детей, она менее ярко, может быть, проявляется, потому что уже изначально в семье несколько детей. Ярче всего проявляется ревность, когда рождается второй ребёнок, когда полностью внимание было у него. И даже дети вторые, третьи, последующие, они к другому ребёнку не испытывают такой сильной ревности, потому что они, когда родились в семье, уже была ситуация, что они не единственные дети, и что внимание родительское не полностью на нём было, на одном. А нужно ли, если ребёнок уже более-менее подрос, ну, допустим, ему лет 5-6, может быть, он не требует такого ухода, как, например, двух-трёхлетний ребёнок, поручать заботу о младшем? Ну, где-то посидеть, последить за ним, может быть, даже и сосочки покормить, ну, или ещё что-то там, помыть за ним что-то. Это нормально или всё-таки родитель должен полностью за младенцем следить и не нагружать старшего? Ну, можно давать какие-то поручения ребёнку, то, что по силам его. Ну, допустим, вот у меня у самой дети по годке, разница у них год. То есть когда родилась сестра, ну, соответственно, я просила своего сына, то, что он мог делать, там, в свой год с чем-то, он мог памперсы выбрасывать. Он ходил, то есть то, что по силам. И обязательно за помощь ребёнку, который оказывает помощь, его обязательно нужно хвалить, благодарить, связь позитивно давать. Потому что на самом деле это его добрая воля. На самом деле ребёнок ничего не должен. Он не должен следить за маленькими детьми. И нельзя, конечно, перекладывать на него полностью вот эту вот ответственность. Но когда ребёнок помогает, когда он хочет, когда он сам хочет позаботиться, конечно, это нужно всячески поощрять, всячески быть ему за это благодарным и хвалить. А если не хочет, то не надо настаивать и ругать, да? Да. Не хочет он выкидывать памперсы? Да. Ну, ладно, не хочет. Может быть, он хочет что-то другое. Может быть, он хочет сосочку подавать. Может быть, он хочет одеяльцем укрывать. Или, может быть, можно как привлекать старшего ребёнка, для того, опять же-таки, для того, чтобы снизить вот эту вот ревность, выбирать одежду, комплект одежды, в которую ребёнка младшего одеть. Что мы сегодня наденем? Да, давай выберем носочки, давай выберем там боди, давай выберем ещё что-то, чтобы ребёнок почувствовал свою силу, значимость, важность, что с ним советуется, что он что-то такое делает полезное для семьи, для мамы, помогает маме, делает полезное для ребёнка. А вот бывают такие ситуации, когда уже дети подросли, ну, там, допустим, двое детей в семье, и уже они там, ну, 3-5 лет, например, или, ну, чуть постарше. И вот вроде уже период младенчества прошёл, а они просто не могут найти друг с другом общий язык, бьются смертным боем. Что это значит? Это значит, что вот тот период ранний, как-то родители, ну, плохо в этот период старшему объясняли, вот, или были с ним мало, и почему вот эта ревность дальше продолжается, прогрессирует? Ну, я вообще опять хочу повторить такую мысль, что ревность между братьями и сёстрами – это вполне нормальный, закономерный процесс. То есть он будет, и полностью убрать его невозможно. В какие-то периоды, возможно, он будет вспыхивать больше. Это просто как… Это не повод наказывать ребёнка, это повод к тому, чтобы задуматься. То есть это лакмусовая бумажка родителю тому, что я что-то делаю не так. Может быть, я как-то другому ребёнку, который ревнует, времени не оказываю. Может быть, внимания ему мало. Также почему дети ревнуют или, как вы говорите, бьются смертным боем. Очень часто просто у родителей неверная реакция на детские драки, на детские потасовки. И таким образом, когда детям хочется привлечь внимание родительского, родительское внимание, они начинают вот эту вот свою заварушку. И тут прибегает родитель, и начинает кого-то наказывать, кого-то отчитывать, кого-то, наоборот, хвалить, оставлять в покое. И ребёнок таким образом получает, негативным образом получает внимание родителей. Мы говорили о том, как дети дерутся, можно сказать, за родительское внимание уже в одной из предыдущих программ. Спасибо, Ольга, за ваши советы. Спасибо за участие в этой передаче. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Сегодня мы говорили о детской ревности. Я надеюсь, что наши советы вам помогут строить правильные отношения со своими детьми. Если вас заинтересовала эта тема, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин